и всем привет ребята с вами робин гуд сегодня под звук этого скиншот который в стиме у меня сохраняется на ту кнопку что и запись бандикама в общем не суть да во первых я извиняюсь что долго не было роликов а во вторых прогнозы на турнир и селлан готовится 2015 года кто не знает это в мире кс-го это такой аналог кубка европы то есть это такой чемпионат 2 по важности и на гиберспортивной арене после дримхака как самый важный но здесь готовится это тоже является одним самых важнейших событий огромный призовой фонд лан турнир много команд и так далее собственно такой прогноз группа а группа в принципе является достаточно слабенькая группа сравнивается со всеми остальными пробежимся быстренько по ним нави здесь они набрали монстр подобную форму и только они просто уничтожили флипп сайдов это несколько дней назад это просто удивительно все все группы говорили что флипп сайды вин что на у нави не хватит сил после матча с хеллрейзерсом но нави удивили весь мир и нави сейчас в дикой форме нави я думаю один из фаворитов даже готовится они смогли вернуться в ту самую форму в те самые старые добрые кондиции которые за которых мы их любим это очень неожиданно было для многих но я думаю они выйдут из группы правда они выйдут второго места в первом местном само собой выйдут фнатики это сильнейшая команда мира это безусловно фавориты этого турнира и есть принципе особо много говорить нельзя группа b это самая рандомная группа самое рандомное самое сложное тут принципе только одна одна команда практически себе практически себе уже гарантировала место это тим нвиас кто не знает это бывшие ldlc то есть команда одна из сильнейших в мире то есть она наверное с ней может только фнатик соперничать ну и virtus pro с нави на хороших днях вторая команда у меня был очень долгий вопрос между титанами пенты и я выбрал пенту сейчас объясню почему титаны у них есть кеннис у них очень сильная игра у некоторых игроков у них намного хуже командная игра то есть у титанов тимплей у них не на таком уровне как у пенты дал петы нету кенниса нету игроков уровня флюша уровня пати паши бицепса уровне того же гвардия на из navi но у них нереально хорошая командная игра смотришь их матчей против тех же фнатиков недавно как они выиграли их 16 11 взяв селивали из 8 раундов за теров на на кэше да на кэше это просто что-то невероятное пенты сейчас невероятной форме 7 побед 7 7 последних матчах такая форма вот от этих команд только у нави я думаю они должны они должны выходить из группы плюс первый матч будет энви титан и титану пускай все проиграют его а у пенты будьте лгб я я я думаю не выиграть лгб и пенте достаточно будет один матч из двух чтобы выйти из группы там титану будет будет нужно будет выиграть оба матча поэтому конечно могут быть я при оба матча и пенту и лгб они в принципе могут обыграть но я здесь оставлю свой голос за пентой но опять же здесь титан пента принципе лгб тоже могут удивить хотя они не в форме сейчас но никто не за это их не истинную в каких их не истинной кондиции группа еще одна очень спорная группа здесь нип нип и в принципе фавориты должны быть но они пока не показывают хорошую такую как покажут остальных на ну фавориты такие как фнатик и team ldlc в принципе не пищи это напоминаем призеры прошлого году и готовится и dreamhack а это серебряный призер dreamhack а то есть это по факту может это два команда мира но в этом году совсем у них не идет дела очень плохой показывают форму очень плохая стабильность очень плохая тимплей опять же возможно они специально сливали специально готовились к матчам то есть здесь готовится взять и выстрелить я не уверен но из группа они обязаны выходить со второго места вот у вас есть большой вопрос либо это хэлл резерс либо целые обе команды примерно равны но все таки я думаю хэлл резерсом не хватит опыта увы у них маловато опыта у этой команды снг по сомнению с целые намного меньше опыта у целых у них больше опыта и я думаю именно это вытащит кейт старт здесь без шанса дать и здесь по поводу флипсайдов еще забыл сказать пару слов флипсайды будут играть без своего капитана без симпла то есть у них без шансов именно поэтому страны с нами фнатиками то есть они если бы был бы полный состав они могли бы дать шару обоим командам но вряд ли дальше группа d эта группа еще одна рандомная то есть вот после этих двух это тоже рандомная группа но витус про это последний чемпионат ваши бицепса плюс это готовится то есть польша и все это придет тому что эту витус про будут добиться огромных итогов плюс вирту спорта это топовая команда форма у них очень хорошая когда они реально играют они плюют на все и видно даже когда они плюют на все они потом берут собираются и берут там матчи один стран подряд для них это не проблема взять второй командой здесь многие берут клау украина есть многие берута команды клаут 9 это американская команда топ-1 америке но я все-таки здесь верю в тсм по одной простой причине тсм и это одна из сильнейших данных команд мира это бывший дигнитос конечно клаут 9 очень сильно но тсм еще более сильная у них неплохо у них и форма неплохая и игра них неплохая в общем здесь опять же рандом и кому как нравится тот пускай так и ставит это просто мой прогноз на готовится пишите свои версии пишите что по-вашему я не сказал неправильно затем завтра сделал прогноз значительно полуфинал и гранд финал само собой а это мне всем всем спасибо за просмотр и всем удачи